В один из первых майских дней в концертном зале Гродненского государственного музыкального колледжа состоялся концерт Минского струнного квартета, который, кстати, еще совсем недавно был мужским. Получилось, что у нас состав обновился буквально два месяца назад. Он стал состоять из девушек. Наша история, вот наша в данном составе история только начинается. То есть мы уже поездили по некоторым городам Беларуси, в Минске повоступали, готовим на следующий сезон филармоний концерт в двух отделениях в нашей белорусской филармонии, на фестивали выезжать, мы планируем в Испанию, нас приглашают, мы планируем поехать в следующем году летом. То есть у нас в нашем составе есть определенные планы. А пока, как говорит Екатерина, все только начинается. И начинается с концертов по Беларуси. Девушки успели побывать в Бобруйске, в Мозыре, в Новополоцке, но признаются, что выступать в Гродно им особенно приятно. Велончелистка Илона, например, выпускница Гродненского музыкального колледжа. Очень волнительно, очень приятно вернуться в родные стены. Очень много близких, знакомых, друзей пришло. Действительно, такое ощущение праздника. С городом Гродно связана жизнь и Екатерины. Во-первых, здесь я родилась. Здесь я пошла в школу. Здесь я начала играть на скрипке. Моя первая учительница Валентина Ивановна Бульмова, которая сегодня будет на концерте, благодаря ей я начала играть на скрипке. Она меня влюбила в скрипку. Валентина Ивановна на концерт действительно пришла. Мне сегодня очень приятно посетить концерт квартета, который приехал из Минска, потому что первую скрипку играет моя ученица, которая начинала свой музыкальный скрип, первые шаги делала у меня в классе. Это была очень способная, интересная девочка, талантливая. И с самого начала было ясно, что музыка – ее призвание. Я очень рада, что она получила очень хорошее образование, что она училась в Минске, она училась в Москве, она играла в оркестре Башмета. И сейчас она вернулась в нашу родную Беларусь и радует нашу публику, радует своей прекрасной игрой. Гродненскую публику Минский струнный квартет радовал музыкой разных эпох. Начиная с музыки эпохи барокко, ярким представителем которой был Иоганн Себастьян Бах, и заканчивая произведениями современных композиторов, в том числе и белорусских. Я хотела бы сказать, чтобы концерты проходили в больших городах, в маленьких городах, потому что для нашей публики местной это очень большие события. Редко к нам приезжают квартеты, редко у нас звучит классическая музыка. Поэтому мы с удовольствием ждем, я и мои ученики сегодня здесь присутствуют, такие концерты. И желаем больших творческих удач, успехов квартету всем-всем участникам квартета. К пожеланиям Валентины Ивановны присоединяемся и мы. И также с радостью еще не раз готовы встретить Минский струнный квартет в нашем городе. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.